Я пережил очень сложный период в своей жизни. Ну, помните, годы опалы, когда в Москве я находился. Ну, всевозможные клеветические измышления, печати, пропаганда против меня. Нелегко было все это переносить. Есть преследования, которыми подвергался Москве. В октябре 1987 года состоится пленум ЦК, на котором Гейдара Алиева освободят от всех должностей. Очень хитрили, очень хитрили, потому что, понимаете, просто взять и как бы разделаться с ними, с Гейдаром Алиевичем, нельзя. Слишком большой авторитет. Поэтому его назначили советником. Ему не в Кремле, а в здании аппарата выделили отдельный кабинет. У него была секретарь. Он понимал, что это такая отставка, после которой не вернешься. Он окажется в вакууме. Многие отвернутся от него. Я был свидетелем, значит, не говоря о прямых контактах по телефону, даже через помощников. Ему было очень трудно выйти на руководителей того периода. Его отстранят от дел и отправят на печи. Вернуться в Баку не сможет. Запретят. Вас часто предавали друзья, в которых вы верили, с которыми мы были действительно близки? Вы знаете, у меня такой личный друг был, нашли меня. Я человек, который был в этом качестве, что подчинял и стоил только себе. Надо было думать, что делать дальше. И в дальнейшем, в тот период, когда я хотел устроиться куда-то на работу, я все время натыкался на вот этот фактор родства с человеком, который сейчас оказался в опале. Поэтому, безусловно, это наложило отпечаток на нашу жизнь, но, с другой стороны, в общем-то, в какой-то степени и помогло более трезво сделать на жизнь, на все ее стороны, и может быть в какой-то степени, где-то из-за калина характера. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок